МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О проживании, питании, правилах рыбной ловли, о рыбе, которую здесь ловят, а также о флоте и местных гидах. Ну и, конечно же, расскажем об одном из интересных культурных мест, которое нам удалось посетить во время нашего путешествия по этой прекрасной стране. Итак, обо всем по порядку. База, на которой мы остановились, называется Темпл Бэй Лодж. Примечательно то, что основана она была еще в 1939 году. Но уже в те времена это место быстро стало популярным благодаря трофейной рыбалке на хищника и прежде всего на королеву здешних вод – щуку маскинонка. Канадцы, американцы и множество любителей рыбалки со всего мира приезжают сюда, чтобы побороться с этим поистине достойным соперником, который вырастает в этих водах аж до 30 с лишним килограммов. Поймать его очень непросто. Но уж если это случилось, то весь вечер на базе будут слышны эмоциональные рассказы о состоявшемся поединке. Я вижу, как рыба собирается атаковать. Она поднимается прямо у лодки. Я делаю широкую восьмерку спиннингом, потом твич-твич-твич, и щука хватает приманку и неистово начинает трясти головой. Вот так примерно. В принципе, маски у нас тут называют рыба от 10 тысяч забросов. Чтобы поймать маски одну, надо 10 тысяч забросить. Раз. Конечно, не все рыболовы приезжают сюда только за маски. Здесь прекрасно ловится судак, щука, окунь и бас. О них мы поговорим позже. А пока несколько слов о проживании. Номерной фонд лоджи – небольшие домики. Есть как одноквартирные, так и многоквартирные дома. И у каждой квартиры отдельный вход. Кстати, дверь можно не запирать. Посторонние здесь в ваше отсутствие никогда не переступят порог. Признаемся, уровень базы довольно высокий. Ну и цены соответствующие. Питание можно заказать в кафе-лоджи. На выбор вам предложат несколько блюд на завтрак, обед и ужин. Рыболовы, которые арендуют гида, по желанию могут заказать обед на одном из островов озера. У нас будет кормить судачками, которых мы только что поймали. Я покажу судаков тоже. Вдобавок вы получите гарнир из свежих и консервированных овощей. Конечно, это все можно сделать и самостоятельно, если захватите с собой все необходимое для такого пикника. Ну а мы двигаемся дальше, и на очереди у нас флот. Катер или лодку можно арендовать, либо привезти свою. Орлиное озеро достаточно большое. Его протяженность порядка 145 километров. Поэтому выбирайте подходящее плавсредство в зависимости от того, какую рыбу собираетесь ловить и насколько активной в плане перемещения по акватории будет ваша рыбалка. Часть флота предназначена здесь именно для трофейной рыбалки на щуку Маскинонга. Эти катера спроектированы с учетом пожеланий администрации лоджа и заядлых охотников за трофеями. Прежде всего, у них увеличена передняя часть для того, чтобы рыболов мог бороться с рыбой в комфортных условиях, иметь пространство для маневра. В задней части увеличены отсеки с аэратором для некрупного улова. Также катера оснащены электромоторами с GPS-якорем, современными системами навигации, мощными 150-сильными моторами. Stay tuned! Мировая рыбалка! Пытался поймать ту щуку, которая вышла до этого, секунду назад, и попался, наверное, один из ее охранников. Мелочь. Ну, все равно идет назад в воду. Если вы хотите, чтобы ваша первая рыбалка на Орлином озере была успешной, и вы без труда наловили много крупной рыбы, то воспользуйтесь услугами гида. Правда, не стоит забывать о том, что гид гиду рознь. Услуги гида стоят недешево, но без рыбы вы не останетесь в любом случае, а заодно и подметите для себя признаки перспективных мест. На самом деле здесь их огромное количество. Small mouse bus. Взял на крэнк. Не знаю, что он вообще взял на эту приманку. С чуть-чуть. Почти 2 килограмма, я думаю, может, даже больше. Красавец! Что касается правил рыбной ловли. В Канаде 10 провинций, и в каждой действуют свои правила. В первую очередь вам необходима местная лицензия. Документ, который подтверждает, что вы можете ловить рыбу. Мы сейчас находимся в провинции Антария, и моя лицензия выглядит примерно вот так. В Манитобе, где я живу, они немножечко другие. То, что я заплатил за год, это 10 долларов за карточку и 60 долларов за годовую лицензию. Так как я не резидент провинции Антарио, я живу в Манитобе, поэтому она для меня немножечко дороже. Но прежде чем купить такую лицензию, я вам очень рекомендую ознакомиться с правилами. Потому что правила говорят почти о каждом озере, на котором мы сейчас находимся. Сколько какой рыбы можно выловить, в какое время года. И также они рассказывают, как ее чистить, какие размеры. Это очень важно. Не соблюдая эти правила, можно попасть в очень неприятные ситуации. Как минимум ограничиться большим штрафом. А как максимум, когда люди нарушают эти правила, у них забирают плавсредства, то есть лодки или машины. Также, допустим, одно из вещей, которое запрещено у нас здесь, это алкоголь на плавсредствах. Нельзя плавать, пить пиво в лодке. Если рейнджеры, то есть рыбнадзор остановит нас с алкоголем в лодке, будут тоже большие проблемы. Итак, отправляемся на рыбалку. Если вы арендуете катер в лодже, то он по умолчанию полностью укомплектован. Если используете свое плавсредство, то убедитесь, что спасательные жилеты имеются для всех членов экипажа. Иначе можно нарваться на штраф. Не лишним будет взять с собой элементарный сухой паек и спички, упакованные в непромокаемый материал, фонари и теплую одежду. Акватория Орлиного озера достаточно большая, и в некоторых местах в течение всего дня вообще можно не встретить ни одной лодки. К тому же места дикие, медведи, волки, ну и так далее. Поэтому в случае поломки судна и отсутствия мобильной связи вам придется какое-то время дымить костром на берегу одного из островов, пока вас не заметят проплывающие мимо рыболовы или рейнджеры и не подойдут поинтересоваться, а все ли нормально. Но и без современных средств навигации вам никак не обойтись, поскольку налететь на каменную мель в самых неожиданных местах здесь проще простого. Сегодня мы рыбачим с гидами, и у нас их трое. Первый и главный – наш ведущий Владимир Гутерц, и двое местных – Майя и Вейн Дэнилсон. У каждого из них свой набор уникальных рыболовных точек, о которых знают только они, а также множество известных точек всем гидам, на которых также можно отлично отловиться. Судак, щука и бас – вот основные виды хищника, наслаждаться ловлей которого сюда приезжают любители и профи. Ну, маски, конечно, вне конкуренции. Так вот, говоря о малоротом басе, его стоит искать в местах с каменистыми грядами, упавшими деревьями, там, где есть неровности на дне. Это стайная рыба, она не боится лодки и при вываживании отлично сопротивляется. Программа «Миловая рыбалка» в Ладе из Канады. При хороших погодных условиях, да к тому же в сопровождении гида, за день вы без труда наловите несколько десятков, а то и больше этих крупных разбойников. В нашем случае, что в компании с Майей, что с Вейном, так и произошло. Основные приманки – топ-вотеры, воблеры и силиконовые джиговые приманки, например, в форме рака. Сомнений нет, что сработают и другие. Эта рыба не особо привередлива. Отличная работа. Я освобожу от приманки. Подстрахую. Береги пальцы. Ладно? Ну, наше терпение сегодня немножечко вознаградилось таким «смол маус бас». Он меньше, чем вчерашний, но, в принципе, мы нашли точку. Первая поклевка прошла мимо, вторая сработала на «Вокер». И, в принципе, мы довольны. Сегодня мы не планируем обедать на берегу острова, поэтому всем хищникам объявляем свободу. Спасибо. Он сейчас ловил на «Поппер». Я думаю, в принципе, что он мог, скорее всего, поймать «смол маус бас». Это, может быть, и «Ларч маус». Но хорошая была поклевка, и рыбка, наверное, не мелкая совершенно. Я сейчас ее возьму в руки и покажу, о чем разговор. Да, хороший бас. Очень даже. Но у него легкий спиннинг, поэтому он так, он ему дает помучиться немножечко, вымочивает рыбку, чтобы с легкостью потом поднять в лодку. Да. Это хороший размер баса. Не упусти его. Тебе помочь или нет? Все нормально. Я думаю. Ну, хорошо. 4-5 паунтов, такой немаленький ротик у него. За этим стоит ехать в Канаду. С вами мировая рыбалка. Лимит на одного человека при ловле баса составляет 6 хвостов по спортивной лицензии. Причем в лимит засчитывается любая комбинация большеротова и малоротых басов. Чуть будет теплее, они будут тут кивать, как ненормально. Очень законный результат на топ-вотер. Рыбка сама как бы, ну, все дела в правильном месте. Клюнула очень красиво только. Я забросил, сделал две проводки легкие, она и клюнула. Все ради искусства. Ну да. Вот мы тут баса ловили, у него на попер клюнуло маски. И у него, в принципе, очень легкое удилище. И я не знаю, что он с ней будет делать, но он пока, наверное, вытаскивает ее. Красавчик! Что ты сделал? Упустил. Почему? Поводка не было. Обрезала леску. Черт! Все ушло. Одна из вещей, что он сделал, ошибка, которая маски не прощает, у него не было никакого поводка. У него просто было, сколько там, 8-10 паунтов леска, и все. И, естественно, она срезала, она долго сопротивлялась. Один поворот рыбы, зубы большие, острые. Гудбай! Не переживай. Конечно, обидно, что не увидели королеву местных пресноводных водоемов. Но сегодня не она является объектом внимания нашей программы. Да к тому же, в это время года действует запрет на ее вылов. Итак, продолжаем разговор о рыбалке. И на очереди у нас судак. Судак. Что ты смеешься? Скажи мне, что это невозможно. Над чем я смеюсь? Вообще, какого черта он здесь делает? Наш гид говорит, что он даже не понимает, что тут делает судак. Он такой мели и вообще. Все неправильно. Местный канадский судак. Идет назад в водичку. Это издевательство. Это вообще судак мелкий там, где он не должен быть. Сидит на мели, что-то хочет от моей жизни. Этот малыш попался нам на одной из басовых точек. Это светлоперый судак. Его также называют желтым. Канадский судак – близкий родственник европейского. Их повадки во многом схожи. Но все же есть и отличия. Одна часть популяции, если верить исследователям, во многих местных озерах постоянно обитает в травянистых зарослях. На небольшой глубине. Другая часть предпочитает подводные бровки, свалы и каменистые гряды. Вообще все зависит от характера водоема. Его глубины, кормовой базы и некоторых других факторов. Бывает, что судак покидает свои привычные места обитания и может находиться в толще воды. А на нерест и вовсе отправляется на огромное расстояние от излюбленного места. Судак на спиннер, Володя. Цвет тела местного судака – от оливково-коричневого до золотисто-коричневого и даже желтого. Брюхо желтое или белое. Светлоперый судак держится, как правило, небольшими группами. И чем крупнее особи в группе, тем она малочисленнее. Средний вес составляет 1-3 килограмма. Часто попадаются и более крупные экземпляры – до 8 килограммов. Весной желтого судака можно поймать почти на любую приманку животного происхождения. Это черви, пиявки, живая мелкая рыбка. Неплохо работают силиконовые приманки и воблеры. Впрочем, самый популярный способ ловли судака у наших канадских гидов – ловля в отвес на живую мелкую рыбку, насаженную на крючок с небольшой грузголовкой. Этим способом можно поймать практически всегда. Но вот как показывает практика, ваш судак в этом случае будет не слишком крупным. Очень тяжело. Я вот сразу по поклевке вижу, что это мелочь пузатая. В принципе, чтобы поймать… Ах ты ж зараза! Крупного, я думаю, нужна проводка. И чтобы его поймать крупного, нужно больше приманки. Крупного судака я отсекаю, когда я ловлю именно размером приманки. Допустим, если ставить на 4-5 инчей приманку, то можно, в принципе, отсечь мелкого. И тем способом мы ловим судаков, которые не стыдно в руки взять. Это килограмм, два, три. А вот это, ну, действительно, это издевательство над рыбой. Это просто кайф, как бы, для того, чтобы подергать что-нибудь сегодня, почувствовать на крючке. Наш гид Владимир Гутерц не привык ловить так, как ловит большинство канадских гидов. Ему ближе наш традиционный джиг – более активные ловли. Кстати, о ловле судака более подробно мы поговорим в одной из следующих наших программ. На одном из труднодоступных канадских озер, где росту и размножению этого хищника вообще ничего не мешает. Ну а сейчас переходим к ловле канадской щуки. Вообще в канадских озерах можно поймать несколько видов щук, которые относятся к семейству щуковые и роду щук. Все они будут иметь схожие черты. Подробно на видах останавливаться не будем, выделив лишь обыкновенную, травяную, полосатую и щуку маскинонга. Зубастой в канадских озерах много. Некрупную поймать достаточно просто. Что, что я сделал, я просто бросил поппер аккуратненько туда, и щука взяла на хлюп. Я сделал паузу, подождал ее, и она ударила еще раз. Я хлюпнул и все раз, и потом на третий раз, на третий хлюп, можно так сказать, она просто взяла и клюнула. Давай, Род, иди. Это просто место, это классика. Почему выбрали камни, камни, камыш, камыш и ручей. В такие места рыба заходит нереститься, так как у нас еще весна относительно. Рыба, как бы малек, и рыба оттуда выходит. Здесь всегда есть щука, которая будет... Можно поймать пять маленьких, и шестая, седьмая будут большие. Но, в принципе, это надо стоять полдня и здесь пытаться выловить этих крупных щук. Но всегда есть рыба. То, что я сказал, что просто быть такого не можешь, чтобы там не было рыбы. И мы бросили вдвоем вместе с Майей, и у него была поклевка, и у меня была поклевка. Ну, я свою, можно так сказать, почти релизовал, а он свою профукал. Ловить щук можно на разнообразные искусственные приманки. Воблеры, блесны, силиконовые твистеры и виброхвосты, искусственные лягушки, рачки, спиннербейты и даже на большие мушки. Крупной щуке нужен соответствующий размер приманки. Поэтому не стесняйтесь, экспериментируйте. К слову сказать, приманки для москинонга порой достигают размера некрупной щуки. Ну вот, я провел джеркбейт от травки, и она несколько раз вышла, и в последний момент она все-таки догнала и возле лодки бахнула. В принципе, мелочь, как всегда. Сейчас Майя поможет нам. В гастрономическом плане щука не пользуется здесь такой популярностью, как, например, судак или бас. Тем не менее, некоторые любители позволяют себе забрать с рыбалки разрешенное количество хвостов. Существует также правило употребления щуки в пищу. Так, например, в Квебеке рекомендуют употреблять не более полкило щучьего мяса в месяц. Что касается москинонга, то ему повезло больше всех. На этих озерах, на наших Квебеке, неважно, здесь, на Eagle Lake, на Lake of the Woods, или это в Миннесоте, или в Висконсине, никто не берет. Это дань уважения к королеве местных вод и всю рыбу, маски, которую мы ловим, и всегда отпускаем. Неважно. Хотя по книжке, по правилам ее, да, можно брать. Определенные размеры, но никто ее не берет никогда. Наиболее подходящим сезоном для охоты на крупных щук является конец весны. Также хороших результатов на рыбалке можно достичь и осенью, до первых морозов. Не очень результативным в плане рыбалки на щуку считается август. Рыба уходит на глубину и ждет понижения температуры. Ну, и еще один момент. Ваши шансы на крупный трофей будут выше в совершенно диких местах, на которых, быть может, вы станете первопроходцем. Благо, в Канаде диких озер предостаточно. Я хочу просто показать места, где обычно сидит щука и бас. Здесь полно упавших деревьев. И, в принципе, я стараюсь всегда где-нибудь так вот провести рядышком что-нибудь вот такое. И туда раз посмотреть, кто там выскочит. И, в принципе, всегда можно что-то поймать. Опять же, хатка бобра – один из признаков щуки. И баса. Ох, как хорошая мамка! Ты видел, кого размером? У нас, в принципе, очень много этой травянки, видите? Но из-за того, что озера большие и глубокие, и щука вырастает вот самую большую, что я ловил. Была метр пятнадцать, наверное, килограмм одиннадцать. И ее вес зависит от времени года. Она вот под осень такая у нас очень-очень упитанная. Еще немного интересной информации о рыбалке в Канаде. Рыболовам, имеющим спортивную лицензию, запрещено продавать пойманную рыбу. За это строго наказывают. Некоторые участки водоема могут находиться в частной собственности. И находиться там можно только с разрешения владельца. На коренных индейцев ограничения по рыбалке не распространяются в принципе. Они могут рыбачить, когда захотят и где захотят. Есть еще множество интересных моментов, о которых вы обязательно узнаете, если посетите Канаду и познакомитесь с местными рыболовными гидами. Ну а наш разговор о рыбалке на Орлином озере в провинции Онтарио на сегодня закончен. И мы переходим к культурной части программы. Так и живем. Вместе с нашим гидом Владимиром Гутерцем мы отправляемся в самое красивое место Виннипега – Осенебойн парк. Это самый большой и вместе с тем старейший парк Виннипега. Официально был открыт в 1909-м, хотя начал использоваться гораздо раньше – в самом начале 20-го века. Одно из самых красивейших мест, которые можно показать и посмотреть в нашем городе. Обалденное место, выходные, он полон людей, детей. Люди здесь делают пикники и все такое. Добро пожаловать в Виннипег. Название парку дали в честь одного из коренных народов – индейцев-осенебойнов – каменных сил. Общая площадь парка – 460 гектаров, из которых 160 оформлены в английском ландшафтном стиле. В границе парка включен лес Осенебойн, ботанический сад, зоопарк, сад скульптур, драматический театр под открытым небом, музей и многое-многое другое. Английский сад, известный по всей Северной Америке своими роскошными выставками, содержит почти полтора гектара цветов, кустарников и деревьев, расположенных в традиционном английском стиле. С самого начала английский сад был спроектирован как популярный парк, где местные жители и туристы могли получить информацию о цветоводстве в Манитобе. Здесь же ежегодно выводились новые сорта растений. В саду скульптур представлено более 300 произведений канадского художника, скульптора, витражиста, мозаичиста украинского происхождения доктора Лео Мола. Мол был известен своими скульптурами выдающихся людей, танцовщиц, лыжников, аборигенов и диких животных. В саду скульптур, который включает в себя галерею, отремонтированную студию и экспозицию под открытым небом, представлены бронзовые и керамические скульптуры, картины и рисунки. Открыт сад скульптур был в 1992 году и за все время своего существования был расширен в два раза. Еще одна достопримечательность парка – драматический театр. Открытый на рубеже веков, он продолжает традицию развлечений, которая началась в 1920-х. Люди сидят на газоне со стульчиками на пледах и смотрят различные шоу. Иногда просто показывают фильм бесплатно, иногда болеют, иногда какой-нибудь концерт. Это совершенно бесплатно, все лето. По соседству с театром находится еще одна достопримечательность – павильон. Это красивое здание некогда было центром социальной жизни раннего Виннипега. Построен павильон был в 1908 году, но в результате пожара был полностью разрушен в 1929. Нынешний большой павильон был открыт в мае 1930-го. Сегодня это одна из известнейших достопримечательностей Виннипега. Самое интересное из того, что нас привлекло в павильоне – музей Виннипуха. Фотографии, письма, записи в блокнотах повествуют нам о том, как молодой врач-ветеринар лейтенант Гарри Колбурн в 1914 году купил медвежонка за 20 канадских долларов и забрал с собой в Квебек, где, скорее всего, она, а это была самка, стала талисманом 2-й пехотной бригады. Нарекли медвежонка Винни по месту рождения – озеро Виннипег. В октябре того же года медведицу вместе с войсками перебросили в Британию, а так как полк должен был переправиться во Францию, то решили оставить питомца до конца войны в лондонском зоопарке, где, по всей вероятности, в начале 20-х годов и произошла встреча с Кристофером Робином и его отцом Алланом Милном. В итоге, после этой встречи плюшевая игрушка Робина, которую, кстати, сначала звали Эдвард, получила новое имя – Виннипух. Первая глава Виннипуха была опубликована в 1925-м, а первое отдельное издание – в 1926-м. Вот такая история. Кстати, если вдруг окажетесь в парке Осенний Боин в Виннипеге, то обязательно разыщите памятник лейтенанту Гарри Коулберну и этому славному медвежонку Винни. Ну а на этом мы прощаемся с вами. Не пропустите новые серии о рыбалке в Канаде вместе с Владимиром Гутерцем. Впереди еще много интересного.